Хотела приготовить ужин, но чуть не сгорела. Инициатором пожара стала хозяйка квартиры на 25 этаже, а все из-за своей неосторожности. Она рассказала, что оставила на электроплите сковороду с маслом. Затем ненадолго вышла в соседнюю комнату и забыла о приготовлении ужина. Как только вспыхнул огонь, одесситка и ее парень выбежали из квартиры, чтобы нажать пожарную кнопку. Когда вернулись, я уже горела полностью. И сама эта электропечка начала подниматься дым на шкаф. И уже начал идти черный дым. Мы вышли, все выбежали из комнаты, начали кричать соседям. По словам соседей, квартира арендована. Впрочем, девушка настаивает на своем. Она не квартирантка, а именно владелица жилья. Тушили пожар на 25 этаже полсотни спасателей. Из задымленного этажа вытащили шесть жильцов. На ліквідацию пожежи працювало шесть основных пожежно-ритуальных автомобилей и семь специальных пожежно-ритуальных автомобилей. Было залучено близко 53 осіб. Час на локализацию данной пожежи склав 57 хвилин. На момент прибуття подразделю в квартире, яка палала, никого не было. Ланками газодимозахисной службы пожежно-ритуальных подразделей міста Одеса было врятовано шесть дорослых осіб з сусідних квартир. Жители дома рассказывают, что пожарная сигнализация сработала, но не всем удалось ее услышать. Поэтому некоторые спасали не только себя, но и своих соседей. Мы сразу выбежали, нажали на эту кнопку пожарную, но никто из соседей не начал выходить. Мы начали стучать по соседям, извините. Потом побежали на этаж ниже, по соседям постучали. Вроде как все вышли. Сработала сигнализация, забежал сосед, постучал в дверь, сказал, что это не ложная тревога, что это реальный пожар. На 24-25 этаже точно не было известно. Ну и все. Вы с 10-го, а он с 25-го? Нет, он тоже с 10-го. Видимо, в общем чате прочитал, что это действительно пожар, что это не ложная сигнализация. Огонь полностью уничтожил кухню. Другие комнаты пострадали меньше, но капитального ремонта не избежать. Соседние квартиры успели спасти пожарные. Обошлось без пострадавших. Отмечу, что дом Великан еще хорошо отделался, ибо полноценных условий, чтобы потушить пламя на 25-м этаже, у одесских пожарных нет. Виталий Хеми, Татьяна Барумбей, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.